Друзья, всем привет! С вами Глюкоза и сегодня я с удовольствием с вами поделюсь секретами своего повседневного макияжа, который я делаю каждый день. Он делается, правда, очень быстро, поэтому я думаю, что он придется вам по душе. Вот мои три супер секрета, которые меня быстро приводят в форму. Это патчи под глаза. Я их попробовала совсем недавно. Мне нравится, что они прозрачные и еще мне очень нравится, что эти патчи не отбеливают. Мои любимые масочки, которыми я люблю увлажнять свою кожу, когда вы чувствуете, что кожа подсушена, обезвожена, тогда я вам советую именно синий цвет. Если вы чувствуете, что ваша кожа наоборот чересчур жирнится, на улице жарко, или вы чувствуете, что будете накладывать более плотный тон, тогда я вам рекомендую красную масочку. Она с одной стороны увлажняет, но при всем при этом именно для жирной кожи. Мой любимый уход, которым я пользуюсь постоянно, каждый день. Швейцарская вот эта косметика, она мне очень нравится. У них очень классная умывалка для чувствительной, жирной кожи и склонной к посыпанию. Прекрасный тоник, который восстанавливает баланс после того, как вы умылись. И мои два любимых крема, которые я использую после умывания. Это крем и день, и ночь. И вот крем под глаза, который я тоже использую каждый день. Я его очень люблю за то, чтобы под ним не сворачиваться в консилер. Самое время перейти к мейкапу. Тональные кремы я пользуюсь очень разными. Все зависит от того, куда я собираюсь, какое у меня настроение, в каком состоянии моя кожа. Очень люблю Пэтмограф, очень люблю Армани. И вот еще один мой любимый тональный крем, Елена Рубинштейн. Мне нравится его пудренная основа, накладывается он достаточно плотненько. В основном всегда пользуюсь спонжем, иногда пользуюсь руками. Опять-таки, если есть какие-то высыпания на лице, то часто я вообще отказываюсь от спонжей, от всего. И делаю это руками для того, чтобы не разносить всякую заразу по лицу. Он чуть светлее, чем моя основная кожа. Я люблю, когда лицо немножко светлее. Я люблю долго достаточно убивать тон, чтобы он смотрелся очень естественно. Я люблю начинать либо с губ, либо с бровей. Сегодня я начну с бровок. Добавляю бровь только там, где она нужна. С бровями вроде как закончено. Фиксировать я их буду чуть позже. Пока мы не накладываем помаду. Очень классная гигиеническая помадка. Очень люблю Пэтмограф. Часто люблю после бровей сделать губы, чтобы немножко обозначить уже направление, что я хочу. Карандаш Оли Романовой. Очень его люблю. Вообще очень рада, что все больше и больше наши девчонки начинают создавать какую-то косметику. Тут, кстати, есть кисточка еще, которую можно растушевать. NYX. Одни из любимых моих теней. Очень красивая у них палитра. И очень естественная. Я часто выхожу за повыше. Даже, видите, немножко излишки снимаю с бровей. Смешала вот два цвета. Один посветлее, другой потемнее. Темненьким я делаю тут, немножечко с краешку. Снизу я люблю сделать чуть темнее, чем сверху. У нас уже появляется легким движением руки, появляются глаза. Карандаш для глаз. Можно, допустим, не делать внутренний каял. Можно делать. Я делаю. Особенно, если макияж на выструю руку, каял внутри, это сразу, можно сказать, вы готовы. Вдвиваем реснички. Мне очень нравится кисточка, которая очень хорошо распределяет реснички. Всегда слежу за собой, чтобы не морщить сильно лицо. Тем самым закладываются ненужные морщинки. Поэтому сохраняем спокойствие. Дальше мы переходим к коррекции. Коррекцию я люблю. Берем такую вот скошенную кисточку. Мне нравится, чтобы она была немножко с загаром. Обязательно вот эти части надо сделать. После коррекции можно сделать немножко румяшек. Ребята, посвежить. Если у кого есть синячки, я бы оделала чуть-чуть коррекции под глаза. Это одна из моих любимых шип-помад. Я ее просто обожаю. Основной мейкап у нас сделан. Что бы я еще сюда добавила? Зафиксировала бы брови. Очень люблю этот фиксатор. Потому что тут очень маленькая, аккуратненькая кисточка и очень легкий оттенок. Можно распустить волосы. Хочу с вами еще одной фишкой поделиться. Если вдруг вы сделали дневной макияж, вроде как никуда не собирались, но, как говорится, захотелось. Вас пригласили куда-то. Здесь очень классная корейская ферма. У них просто нереальные блестки. Их можно прям вот пальчиком добавить на подвижное веко. Вот так. Любите себя. Помните, что красота идет изнутри. А все остальное дело в логких рук.